Всем привет! Привет, мои дорогие девочки! Сегодня я хочу снять видео по запросу. Не буду говорить, кто делал этот запрос. В одном из под видео у меня в комментариях девушка написала, что Селена, расскажи, как можно повысить в себе сексуальность. Если это для вас тоже актуально, то оставайтесь со мной, я расскажу, как это делаю я. Сегодня видео не простое такое, потому что я думала, как снять видео и что рассказать. И это видео скорее будет похоже на некую медитацию, медитацию на себя. Потому что при слове сексуальность и вот, допустим, вы сексуальная, да, там, или я сексуальная, чтобы в это поверить, чтобы это понимать и осознавать, нужно войти в некий такой, какой-то транс. Но во всяком случае у меня это возникает, когда я говорю о сексуальности, когда я ее включаю, допустим. И по этому непростое видео я сделала специальный макияж под это видео. Он именно такой натуральный, не броский, то есть вот минимум-минимум всего, да. Одела такой вот пеньюарчик, чтобы как можно... Хотела даже одеть более такой светлый пеньюар, что-то вот белое, что охарактеризовывает меня бы, да. Чтобы прям вообще уйти в это состояние и полностью передать вам то, что я называю сексуальностью и как ее вытаскивать наружу, из себя. Значит, с чего начинается сексуальность, по моему мнению? По моему мнению, в первую очередь девушка, которая хочет быть сексуальной для других, она должна быть сексуальной для себя. Она должна себя любить и должна себя хотеть. Как бы это, может быть, не звучало по-извращенному, но вы должны сами себя хотеть. То есть вы должны видеть, что именно могло бы в вас завести мужчину, да. То есть ваша, может быть, внешность какая-то, или ваш тембр голоса, там, или ваша походка, или еще что-то абсолютно неважное, но вы должны понимать, что это ваш конек, это ему нравится, да. Но для этого вы должны это в себе раскрыть, это в себе полюбить, культивировать. Если на сегодняшний день вы не считаете себя сексуальной, да, и не знаете, как включать эту сексуальность, то, скорее всего, просто у вас наверняка есть некие какие-то комплексы или просто неосознание себя самой, вот, какая вы есть, да, вашего тела, вашего внутреннего какого-то момента. И первое, что бы можно было бы посоветовать, да, потому что сексуальность это на самом деле не только внешность какая-то, да, красивая или, там, короткая юбка и так далее. Сексуальность это еще и внутренние какие-то моменты, да, это какая-то неспешность, это какой-то, опять же говорю, да, легкий транс, это какое-то осознавание некое, такое присутствие здесь и сейчас, как бы, да. Но это все для меня, опять же говорю, я просто передаю именно то, что у меня внутри происходит, ассоциируясь вот с этим вот словом, да. Первое, что можно посоветовать, это, например, что если вы не считаете себя сексуальной, не считаете себя красивой, обратите внимание на других людей, которых вы считаете сексуальными, мужчина это или женщина, неважно. Допустим, женщина, да, вы находите сексуальную девушку и думаете, вот, ее все хотят, такой у вас возникает мысль, да, она такая красивая, она такая уверенная в себе, она так говорит. Хотя мы девушки, например, можем это даже не заметить в других девушках, потому что первым делом у нас скорее возникнет не то, что, ой, ее все хотят, она такая красивая и сексуальная, а скорее вот сучка, у нее там корни не крашены или еще что-нибудь. То есть мы скорее найдем минусы из-за того, что у нас сразу возникает скорее какая-нибудь там зависть, которую мы даже не успеваем отследить. Поэтому можно также обратить на ребят, на парней, да, которые вам нравятся, которые вас заводят, что они делают, как они себя ведут, как они, может быть, стреляют глазками и так далее. Один из способов все это просто перенимать. То есть вот у вас был какой-то парень, который делал это, 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 вам это очень нравилось, возьмите себе это на вооружение, пользуйтесь этим тоже, другими вашими молодыми людьми. Так же, как я и говорила, что сексуальность, это не только ваш внешний вид, это еще подача себя, это взгляд, разговор, тембр голоса, такая некая размеренность, какая-то загадка ваша, движение ваше, как вы двигаетесь. Итак, самое действенное упражнение, которое бы я хотела вам порекомендовать, если вы этого еще не делали, попробуйте это сделайте. Может быть, у вас получится это сделать мысленно, потому что я, в принципе, мне достаточно об этом просто подумать, и все включается, да, но может быть, кому-то недостаточно, кто не совсем себя осознает и не совсем себя любит. У меня вот с этим проблем нету, поэтому мне достаточно все это просто представить в голове. Но если у вас нет такого, то я рекомендую вам как-то привести себя в порядок. Ну как в порядок? Ну просто как минимум, да, там чистая голова, то, что вам нравится, потому что если у вас, допустим, грязная голова, то вы сами себе не нравитесь, да. Если вас высыпало, то вы сами себе не нравитесь, да, если у вас там что-то где-то, животик торчит или еще что-то, вы сами себе не нравитесь. Приведите сначала себя в порядок для того, чтобы вы могли на себя в зеркало смотреть и говорить, ох, вот я здесь молодец, убрала животик, красиво уже, да, а вот здесь вот я там либо замаскировала там высыпания какие-то перед этим упражнением, да, либо вылечили то, что вас беспокоило. Мытая голова, все красиво, то есть вы смотрите себе в зеркало, и вы себе нравитесь, это очень важно. Без этого, честно говоря, я не представляю, вы должны себе нравиться в зеркале, без этого упражнения этого не получится. Итак, после того, как вы сделали, то, что причитается для того, чтобы вы смотрели в зеркало и говорили, какая я красивая, это такой поверхностный момент, да, теперь нам нужно некое такое осознавание, углублять нашу любовь к себе. Я предлагаю вам приглушить свет в доме, только чтобы вас было видно в отражении, да, лучше вам быть одной дома, и посмотреть в зеркало, посмотреть в зеркало, обратить внимание на себя. Сейчас вот начинается некоторая такая медитация на себя. Обратить внимание на свои волосы, пока они уложены. Повторяю, что вам все должно быть нравиться. Может быть, запустить руку в свои волосы, да, то есть посмотреть, потрогать, они красивые, они должны быть приятные, они вам нравятся. Дальше вы обращаете внимание на свое лицо, на свои скулы, на свою шею. Вы смотрите сами себе в глаза и замечаете, что все у вас прекрасно, что у вас прекрасные глаза. И вы не просто смотрите каким-то глупым взглядом, да, смотрите оценивающие себя. оценивающие, и говоря себе, да, это круто, да, у меня красивые линии. Смотрите на свой нос, на свой рот. У женщины очень чувственный рот. Я считаю, что в женщине рот это вообще одна из важных сексуальных частей, поэтому его тоже нужно всегда держать в порядке, он всегда должен быть красивым. И знаете, что всегда, когда вы разговариваете с мужчиной, особенно когда, если он вам симпатичен, у вас мысленно должны сразу возникать такие вещи, как рот. Он обращает внимание на ваш рот. И значит, вы уже должны как-то подавать, как-то говорить, улыбаться, где-то показать зубки, да, там, то есть улыбки, я имею в виду. После того, как вы начали сверху, вы обращаете дальше. Обращайте внимание на свою шею, обращайте внимание на свое декольте, на свои руки, грудь. В принципе, для этого упражнения вы можете быть как одеты, как одеты легко, так и, в принципе, можно быть раздеты, потому что вы находитесь сами с собой, вы изучаете себя. Вам нужно изучить свое тело, ваши линии, ваши изгибы, потому что все, что вы видите сейчас в зеркале, насколько максимум вы раскроетесь перед собой в зеркале, на этот максимум вас видеть будет ваш мужчина. И вы должны понимать, что он видит, и вы должны понимать, что то, что он видит, ему очень нравится. Для этого это должно нравиться вам. Сделайте так, чтобы, смотря на себя в зеркале, раскрываясь, смотря на каждую точечку вашего тела, спереди, сзади, сбоку, двигаетесь, вам все должно нравиться. Вы должны говорить, да, я крутая, ну какая конфетка, кому это может достаться, да, грубо говоря, там в голове. Но вы должны все в себе любить. Свои ноги, какие они гладкие. Вы представляете, что мужчина, да, который вас трогает, то есть он это ощущает. Он ощущает эту упругость вашей кожи, он ощущает эту гладкость ваших ножек, да. Это что касается внешнего вида, да. Дальше. Я считаю, что сексуальность, особенно что касается в первые какие-то моменты, это скорее какая-то такая размеренность. Размеренность, спокойствие и уверенность в себе, да. Когда вы разговариваете с мужчиной, не обязательно, вот, не должно быть никакой суеты внутри. Потому что если какая-то суета, то значит что-то происходит, что-то вы не успеваете, не осознаете. Вот что-то вот. Я считаю, что в сексуальности должно быть все спокойно. То есть вы смотрите на мужчину, вы с ним говорите, вы никуда не спешите. Спешка вообще, сексуальность, спешка, мне кажется, они не рядом стоят. Ваши движения должны быть плавными, улыбка, взгляд. То есть вы можете мужчину, в принципе, взглядом раздевать даже, да. Вы можете с ним разговаривать о каких-то вещах, вы можете быть слушать, слушать его и быть к нему очень внимательными, но при этом вы внутри понимаете, что вы его хотите, да. Он это обязательно почувствует. И все это зависит от того, как вы с ним разговариваете, да, как вы с ним вот кокетничаете, что вы делаете. Но это все будет происходить, это все будет происходить на подсознательном уровне, если вы сами себя будете хотеть. Если вы сами себя будете хотеть, вы будете, выходя из дома, понимать, что вы такая красивая, такая притягательная, что все на вас смотрят, понимаете. И это очень важно. Все на вас смотрят, мужчины оборачиваются. О чем мужчины думают? У мужчин вообще при виде девушки две мысли. Это хочу, не хочу, да, поэтому пусть вас хотят все мужчины. И что касается вот этого упражнения, да, то есть как можно дольше побудьте с самой собой наедине. И изучите себя полностью, чтобы вы, когда останетесь с мужчиной наедине, не боялись, что что-то он может где-то как-то увидеть, то, что не видели вы еще, да, и что может загнать вас в комплекс. Потому что очень часто девушки, да, они, допустим, сами по себе такие зажатые, закомплексованные, они не знают, о чем говорят, они не уверены, как они выглядят, они думают, здесь у меня жирочек, он наверняка это видит, тут у меня прыщик, он наверняка это заметил. И только об этом, обо всем и думают. А на самом деле нужно думать не об этом, нужно думать о том, насколько вы шикарная, насколько вы желанная всеми мужчинами, понимаете. И если не этот, то другой, и вас просто разорвут на части, выйдя вы на улице, грубо говоря, да, потому что вы такая классная, и сдерживает всех этих людей только то, что, ну, мы люди, да, и у нас есть какие-то такие вот принципы жизненные, так нельзя там поступать. Но если была бы полная свобода, то вы первая, на кого бы все налетели, да. Но нужно этому соответствовать, вы должны сами в это верить. А для этого нужно сделать все, для того, чтобы вы поверили. Вот что касается, это вот, я так называю, такая медитация на себя, вот такое упражнение. Я думаю, что для тех, кто хочет развить свою сексуальность, такое упражнение, оно полезно, его можно делать как можно чаще, если еще у вас неуверенность какая-то, да, в себе. Также это можно практиковать, продолжать с мужчиной, да, там, со своим, который у вас есть, то есть быть более раскованной и так далее. Вообще, я считаю, что сексуальность раскрывается еще больше, чем больше вы раскованы со своим мужчиной, например, в постели, да. То есть нужно не бояться, стараться экспериментировать, что-то делать там, да, и не сухо это как-то вот делать, да, какой-то вот эксперимент какой-то, а стараться в этом во всем расслабиться. И мне кажется, что чем больше и расслабленнее вы в постели, тем сами по себе вы сексуально такая вот, ну, становитесь, да, просто сексом, потому что у вас вот и есть вот этот опыт какой-то, да, есть что-то, некая такая свобода и расслабленность. Но опять же, чтобы это сделать в постели, опять же, нужно полюбить себя, нужно полюбить, раскрыться и расслабиться. Я даже считаю, что не особо важно, какой с вами мужчина. Знаете, часто говорят о том, что от мужчины там многое зависит. Да, многое зависит, если девушка какая-то неопытная, конечно, может ее как-то ранить и сделать что-то не так, и у нее на всю жизнь появится там комплекс какой-то. Но по большому счету многие мужчины сами закомплексованы, поэтому я бы не стала на них ставить ставки, что если кто-то что-то там сказал, как бы можно обратить внимание, попробовать объективно просто это оценить и исправить, и идти дальше. Но у вас есть свой ум, вот можно ему доверять, у вас есть своя оценка, вы сами знаете, что сексуально. В первую очередь, например, что сексуально для вас. Смотрите, берете, перенимаете на себя, используете и смотрите, как это действует на других. Вот такие мои советы по поводу сексуальности. Надеюсь, я была вам полезна. Если мое видео таковым было, обязательно ставьте лайк, пишите мне комментарии, что вы думаете по этому поводу, потому что я это вообще никогда не обсуждала ни с кем, и впервые вот говорю о том, что как это у меня происходит, да, и как бы я порекомендовала девушкам, которые хотят раскрыть сексуальность. И мне интересно было бы это с вами обсудить, поэтому пишите в комментариях, задавайте вопросы, или просто пишите, что ваши мысли, мне это будет очень интересно, с ним пообщаемся. И подписывайтесь на канал. На канале у меня конкурсы. Если конкурс уже закончился, который идет до 6 июня, то обязательно скоро будут еще новые конкурсы на 2000 подписчиков. Я буду продолжать снимать другие видео, а вы оставайтесь со мной, и мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok